На полигон Сары-Шаган передислоцировали подразделения, вооруженные ракетным комплексом «Точка» и реактивной системой залпового огня «Полонез». Сразу после прибытия в новый позиционный район военные приступили к боевой работе. Заняло неподготовленную стартовую позицию, отработало привязку стартовой позиции, выполнение задач по ориентированию на местности, техническая подготовка боевой машины к пуску и, соответственно, по постановке задачи от вышестоящего командного пункта, выполнение боевого пуска ракеты А-200. Система «Полонез» — новинка белорусского военпрома. Немногие армии мира имеют на вооружении подобную технику. Сегодня ракетчики совершают боевые пуски на дальность 200 километров. Цель — командный пункт неприятеля. В Казахстан отправились лучшие специалисты бригады. Старший оператор-вычислитель Александр Куницкий следит за функционированием комплекса управления. В эту машину стекается вся информация о цели. Так как у меня место рабочего функционального контроля и управления, я слежу за всем происходящим. То есть любое изменение, так же, как и по нанесению ракетных ударов, планированию, мне приходит в виде сообщения. Высвечивается вкладка, то есть под пункт какой-то определенный, поражаемые цели, точки-точки прицеливания. В тандеме с «Полонезом» действует тактический ракетный комплекс «Точка». На стартовых позициях машина словно снайпер в засаде. Оставаясь незаметными для неприятеля, расчеты наносят пилюльный удар на расстоянии 56 километров. Дивизион в кратчайшие сроки смог выполнить работы по топоригической привязке стартовых позиций, наведению ракет. Результатом данной работы явилось поражение цели с оценкой «Отлично». Все ракеты легли в цель с отклонением в несколько метров. Если учесть, что площадь поражения одного заряда порядка трех гектаров, то объекты условного неприятеля гарантированно уничтожены. Сергей Чураков, Илья Никанович для компании ВНТВ специально для программы «Наше утро». Субтитры создавал DimaTorzok